Первая часть игры Mortal Kombat вышла 8 октября 1992 года и стала супер хитом мира видеоигр. И изначально игру хотели назвать как Атака Дракона, Фаталити или Кумите. Жестокость в игре и вырывание сердец и прочего привело к созданию системы возрастного ограничения игр под названием ESRB, которая до сих пор существует. А версия игры на Super Nintendo из-за этого получила игру без крови. И Кану вырывал во время Фаталити не сердце, а какой-то нагрудный значок из груди. В Super Nintendo Фаталити называются Finishing Moves, то есть завершающие движения. Изначально создатели игры Mortal Kombat, Эд Бун и Джон Тобиас, хотели сделать игру, в котором главным героем был бы Жан-Клод Ван Дамм. Но он отказался от этой идеи и проекта, потому что был занят в схожем проекте, который так и не вышел в свет. И только в 95-м году вышла игра Street Fighter, в которой Ван Дамм был одним из героев. В итоге всё равно в игре Mortal Kombat появился сильно напоминающий Ван Дамма персонаж. Это был Джонни Кейдж. На похожести Кейджа и Ван Дамма не остановились. Создатель игры Mortal Kombat по имени Эд Бун говорил, что Кану основан на Терминаторе, Лю Кен – это Брюс Ли, Рейден основан на персонажах фильма «Большой переполох в маленьком Китае» 1986 года, в главной роли которого был Курт Рассел. Тётя Соня Блэйд – это звезда боевичков с драчками Синтия Ротрак. Шан Цунг – это Ло Пан, главный злодей фильма «Большой переполох в маленьком Китае». А Скорпион, Саб-Зиро и Рептилия основаны на образах ниньц, в фильмах «Американские ниндзя», «Входит ниндзя» и популярной игры «Нинджа Гейден», которые популяризировали ниньц в то время. А теперь посмотрим, кто же играл одних из самых наших любимых героев детства. Дэниел Писино играл Джонни Кейджа в первой части игры Mortal Kombat, и все движения Джонни выполнял он на захвате движения. Также он играл в Скорпиона, Саб-Зиро, Смоука и Рептилию. На мае 2017-го ему 57 лет, а родился он 1 декабря 1959 года. Дэниел имеет чёрный пояс в нескольких видах боевых единоборств. Занимался ушу, кунг-фу, участвовал и побеждал в соревнованиях. После выхода второй части игры Mortal Kombat, из-за того, что Дэниел в образе Джонни Кейджа рекламировал игру конкурента Mortal Kombat под названием Bloodstorm, студия Midway подала на него в суд и отсудила за использование образа много денег, а также из-за этого его уволили из Midway. И больше Дэниел не появлялся в играх Mortal Kombat. Однако Джонни Кейдж есть в ранней версии третьей части игры Mortal Kombat на Super Nintendo, где его уже играл Крис Александр. В версии на Сеге вместо него Саб-Зиро без маски. Также Джонни Кейдж появился в Mortal Kombat Trilogy в 96-м, которая вышла на PlayStation, Nintendo 64, Windows, Sega Saturn, DOS, MS-DOS. В дальнейшем Дэниел в 2007-м играл в фильме Книга мечей, в котором главную роль играл Хосун Пак, игравший Лю Кенов в игре Mortal Kombat, а также Ричард Дивизио, игравший Кану и прочих в игре Mortal Kombat. Но о них я расскажу более подробнее далее в этом видео. Далее Дэниел снимался в видеоигре «Нажми на старт» в этом же 2007-м. В 2015-м играл Шанг Цунга в краундфандинговой короткометражке Mortal Kombat Fates Beginning. Также был постановщиком трюков. Видео этой короткометражки вы можете найти в группе «Ай люблю кино», ссылка на которую есть в описании. А ещё в 1991-м Дэниел играл одного из кланов Фуд в конце фильма «Черепашек-ниндзя. Часть 2» в сцене клуба. Об этом я уже ранее говорил в ролике про «Черепашек-ниндзи». В настоящее время Дэниел работает учителем в школе единоборств. Он также зауч в школе Dragon One. Живёт в Чикаго. Периодически все актёры игры Mortal Kombat встречаются на Kombat Kony. Там они раздают автографы, фоткаются с фанатами и продают различный мерчендайз. Элизабет Малеки играла Sony Blade в первой части игры Mortal Kombat и на сегодня ей 43 года, а родилась она 14 января 1974-го. Она не владеет боевыми единоборствами, но она преподаватель аэробики и танцовщица. Поэтому она с лёгкостью смогла освоить движения и удары. Спустя несколько лет после съёмок в Mortal Kombat, в 97-м Элизабет, Каталин Замиар, игравшая Китану и Мелину во второй части игры, и Филипп Энн, игравший Шанг Цунга в игре Mortal Kombat 2, подали в суд на компанию Midway из-за того, что им не выплатили процент с продаж игр Mortal Kombat. Но суд они проиграли. После этого их не брали в игры серии Mortal Kombat, и Sony Blade в третьей части игры уже играла Кэрри Энн Хоскинс. Однако образ Элизабет Малеки, игравшей Соню в первой части, используется и во второй части игры Mortal Kombat 2. На одной из арен видно, что Соня в заложниках у Шанг Цунга. Элизабет совсем пропала из интернета, и о ней практически ничего нет и невозможно найти. Известно только, что она в 2010 году вышла замуж. Итало-американец Ричард Дивизио играл Кану в первой и третьей части игры Mortal Kombat. Плюс он играл Бараку в игре Mortal Kombat 2, играл Кабала в третьей части игры, а также играл Кванчи в игре Mortal Kombat Metallurgis Sub-Zero. Также он надевал костюм Скорпиона на мероприятиях Mortal Kombat, в то время как Дэниел Писина был в это же время на этом же мероприятии одет Джонни Кейджем. Дэниел также в оригинале носил костюм Скорпиона, но он же не мог одновременно быть и Джонни Кейджем и Скорпионом в одно и то же время. И поэтому Ричард Дивизио был иногда Скорпионом, когда не нужен был Кану. Ведь Скорпион это почти лицо Mortal Kombat вместе с Sub-Zero, а Кану не очень важен. На одном из таких мероприятий Ричард получил случайно поебалу от Энтони Маркеса, игравшего Кун Лао, в то время как они позировали для фотографа и имитировали удары. В Mortal Kombat Deadly Alliance в 2002 году Ричард озвучивал Кванчи, Шанг Цунга и Бо Рай Чо. Помимо Mortal Kombat, Ричард играл одного из солдат клана Фуд в Черепашках Ниндзя 2 в 91-м, а также снимался в Тёмном Рыцаре в 2008-м, где играл одного из бандитов. Ричард Дивизио учился графическому дизайну и на сегодня он женат на Канди Грачевски. Также известно, что у Ричарда есть брат по имени Марк Дивизио. Хо Сунг Пак играл Лю Кена и Шан Цунга в первой части игры Mortal Kombat, также он играл Лю Кена во второй части игры. Родился Хо Сун 8 ноября 1967 года и на май 2017 ему 49 лет. На корейском языке Хо Сун значит суперзвезда. Он владеет боевыми единоборствами и профессиональный каскадёр и актёр. Работал дублёром Рафаэля в драках в фильмах Черепашки Ниндзя в 91-м и постановщиком драк и дублёром Рафаэля во второй части фильма в 93-м. Про черепашек и актёров я уже ранее рассказывал в предыдущих видео, ссылка на них есть в описании к этому видео. Хо Сун также играл в Пьяном Мастере 2 в 94-м, снимался в ТВ-шоу WMAC Masters, в котором также играл Крис Касамаса, игравший Скорпиона в фильме Mortal Kombat в 95-м, и Хаким Алстон, игравший Монаха в фильме Mortal Kombat. А также в WMAC Masters играла дочь Брюса Ли по имени Шеннон Ли и прочие. Далее Хо Сун Пак играл в фильмах Эпоха Лотуса в 2000-м, Один в темноте в 2005-м, Книга Мечей в 2007-м вместе с Дэниелом Пис... пиздина... Книга Мечей в 2007-м вместе с Дэниелом Писина, который играл Джонни Кейджа в первой игре Mortal Kombat, Каталин Замиар, который играл Акитану и Мелину во второй части Мортала, и Ричардом Дивизио. Также Хо Сун появлялся в фильмах Неуловимые в 2012-м, в главной роли с Крисом Хемсвортом, который знаменит ролью Тора. Хо работал каскадером в Трофформерах в 2011-м и 2014-м, играл в фильме Джин в 2014-м, Тайна в их глазах в 2015-м и прочем. У Хо Сун Пака есть брат по имени Хо Юн Пак, который работал каскадером в Черепашках в 90-х и снимался вместе с Хо Суном в нескольких фильмах. Хо Сун Пак жил в Чикаго, а в настоящее время живет в Лос-Анджелесе. Карлос Пипися, то есть Писина, играл Рейдена в первой, второй и прочих частях игры Мортал Комбат. На сегодня ему 48 лет, а родился он 15 ноября 1968 года. Он младший брат Дэниела Писина, который играл Джонни Кейджа в играх Мортал Комбат. В 94-м он помогал в создании игры Тату Ассасинс, которые были жалким конкурентом игры Мортал Комбат. В Тату Ассасинс также были Фаталити, Голые Алити и прочие имитирующие Мортал Комбат завершающие движения. За помощь конкурентам Карлоса Писина и его персонажа Рейдена выпилили из последующих частей Мортал Комбата. И вернули только спустя годы, оставив таким образом Карлоса без работы. Но позже его вернули и Карлос вновь активно работал в играх серии Мортал Комбат. В 93-м он работал каскадером-дублером для Кейси Джонса в фильме Черепашки Ниндзя 3. А в 2004-м играл персонажа Бо Рай Чо в Мортал Комбат Десепшн и последующих Мортал Комбатах. Также он работал художником и аниматором. В 2007 году Карлос играл в фильме Нажми на старт вместе со своим братом Дэниелом Пиписи. В настоящее время Карлос живет в Чикаго и работает в Motion Capture. Также он работал над анимацией в играх Мортал Комбат 9 и 10 и Injustice первой и второй части. Голосом Скорпиона был один из создателей игры Мортал Комбат по имени Эд Бун. Во всех частях и даже в фильмах Мортал Комбат это звучит именно его голос. На сегодня Эдику 53 года, а родился он 30 марта 64-го. Он до сих пор активно участвует в создании игр Мортал Комбат, а также в играх Injustice, которая вышла в 2013, а вторая часть игры выйдет 16 мая 2017. Эдик, программист и руководитель студии NetherRealm Studios. Также Эду Буну принадлежит рекорд Гиннесса как актеру озвучания, который уже на протяжении десятилетий озвучивает одного и того же персонажа в видеоигре. На этом все. Интересные ссылки ищите, как всегда, в описании к этому видео. Там же будет и промокод, дающий 10% кэшбэк при покупках на Алиэкспресс от EPN, системой, которой я всегда пользуюсь, в нереально больше кэшбэк, чем в популярном кэшбэке на L.S.A., например. Также ссылка будет на видео, в котором я показал, какую халяву у вас больший шанс выиграть. И также, если вам интересна эта тема, то поддержите это видео, проголосуйте справа сверху, хотите ли продолжения. И, возможно, будет и продолжение про прочие части, если этот ролик будет интересен вам. Также подписывайтесь в публичный дом ВКонтакте «Ай люблю кино», ссылка на который также есть в описании к этому видео. Там выходит то, что невозможно уместить в один короткий видеоролик. Эх, устал. Пока. Фух, я по этому ссылку интересные ссылки, и никак не наломиться ни к этому видео. Фух, так. Фух, сложное приложение сейчас будет. А теперь посмотрим. Да пусть так. Ху** с ним. Не премия Грамми. В фильме «Книга мечей», в котором главную роль... Ху** сум пак. 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 В 2007-м... Мне вот хватит рукой мотать. На этом всё. Интересные. Фу** сум пак. Уоу. Блядь. Фух. На этом всё. Я пошёл. Она не владеет боевыми... Спустя несколько лет после съёмок в Mortal Kombat'е, в 1997-м, Элизабет Каталин Замиар, игравшая Каталину... Бл*** Каталину, еб***. Также Эду Буну принадлежит рекорд Гиннесса, как... Какать. Если понравилось это видео, то можешь глянуть ещё парочку интересных с канала «Ай люблю людей». Интересные видео есть как в описании этого ролика, так и отображены на твоём экране прямо сейчас. А если есть что сказать по теме, то напиши в комментарии. Будет интересно почитать. До встречи.